Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе, главе Тазрия. И на самом деле эта глава открывает длинный период, когда мы обсуждаем чистоту нашей речи. На самом деле, и эта глава, глава Тазрия, следующая Митсура посвящена заповеди, которая связана со злословием, запретом на злословие. И затем у нас есть сорокадневный период между Песохом и Шавотом, Сверата Омар, когда мы особенно скрупулезно должны следить за тем, что мы говорим, как мы говорим, о чем мы говорим. Обычно эти главы читаются как раз в этот период. Но наш год, высокосный год, делал так, что эти главы читаются еще до Песоха, и поэтому этот период у нас, когда нужно следить, как говорится, за базаром, удлиняется. Но давайте расставим все по местам и все по порядку. Какая связь? Законы о кожных заболеваниях, которые приводятся в нашей, в этой главе, большинстве, в большей части этой главы и в следующей главе, они связаны со злословием. Во-первых, это не просто кожное заболевание, которое обычно переводится как проказа, а я говорю оцарат, с которой нужно идти к врачу, который там проверит, даст какие-нибудь антибиотики и так далее. Нет. Идет речь о духовном заболевании, и только коин определяет, или это дерматологическое заболевание, или это духовное наказание. А как мы знаем, что это связано с злословием? Наши мудрецы сопоставляют тексты, где в первую очередь Муше, когда получает свое первое откровение у горящего куста, когда он только сказал, а может быть, евреи не поверят мне и не захотят выйти из Египта, ну, бац, сразу там высыпало все на руке. Ну, а потом сестра Муше Мирьям по делу или нет, не суть важна, но не очень лестно отзывалась о выполнении супружеских обязанностей своего брата, того же Муше, и тоже была наказана проказой. Сопоставивайте факты, наши мудрецы определяют, что проказа — это наказание за злословие, ложь и клевету. Но вопрос, почему именно это нарушение ему уделяется столько внимания, две главы в Торе, столько деталей, и не только физиологических, там, связано с одеждой, с домами, со зданиями, с камнями. У нас есть гораздо более строгие запреты, за которые там полагается, не дай бог, смертная казнь или духовная даже смертная казнь, как там Камет Спейсах или Йом Кипур, или публичное нарушение Шабата, убийство, не дай бог. Мне кажется, что причина в том, что речь — это инструмент, который Всевышний дает нам для того, чтобы мы стали его партнерами в мироздании. Говорит Рабинахман из Бреслова «Икар Адибур Уанефе», что главное проявление души, если так можно сказать, это то, что мы говорим. Потому как сам Всевышний, когда творит этот мир, как сказано, сотворил он этот мир десятью изречениями, он делает это речью, наговаривая этот мир, или, как говорят наши мудрецы в мистике, продолжает постоянно наговаривать этот мир. Эту речь он дает нам, то, что нас отличает от всего остального мироздания и делает, благодаря нашим словам, партнером в мироздании со Всевышним. Но я категорически не согласен, когда говорят, что словами можно как созидать, так и уничтожать. Нет, это инструмент мироздания, созидания. И мы так или иначе созидаем, а ничего не уничтожаем. Но только зависит от того, что вы говорите, как вы говорите и о чем вы говорите. От этого зависит реальность, которую он создает. Или это будет гармоничная реальность мира, или это будут катастрофы, которые определяются и, к сожалению, по сегодняшний день создаются словами, ложью и пропагандой. Наша с вами история была определена клеветой, когда 33 века назад разведчики приходят и говорят неправду о Святой Земле. Это даже не злословие, а клевету. Мы остаемся на 40 лет в пустыне и изобретаем сами себе 9 ава, самый трагичный день в еврейской истории, который является годовщиной самых трагических событий на протяжении всей нашей истории, включая разрушение первого и второго храма. А всего лишь сказали не то. Но, как говорил уже Робин Ахман из Бреслова, вышеупомянутый Робин Ахман из Бреслова, что если ты веришь, что ты что-то можешь испортить, верь в то, что ты можешь исправить. Робин Ахман Каген, который больше наверняка вам известен по своему псевдониму, по названию книги Хафет Схаим, живет во второй половине 19 века в Европе и пишет книгу, которая так и называется, как я сказал, Хафет Схаим, книга еврейской этики и закона правильной речи. Мне кажется, что это его подарок. Подарок этого величайшего мудреца нам с вами как правильно разговаривать, потому что он это пишет перед самым возрождением, бурным возрождением еврейского поселения в Святой Земле. И не просто так, один из величайших его учеников, учеников Хафет Схаима, был Раф Кук, основатель религиозного сионизма. Соответственно, инструмент, учебник по тому, как исправить то, что мы периодически портим, у нас есть. Давайте не наступать в очередной раз на те же самые грабли и следить за тем, что мы говорим, и говорить правильно. И тогда мы устроим этот мир полный мира и любви, мира прихода Машеха. Успехов! До встречи! Пока!